Всем привет! Вы на канале Мотосибирь. Сегодня у нас небольшой краткий обзор дорожный мотоцикл от компании Motoland. Как его называют Voyager по-разному. Он имеет миллион различных названий в различных брендах, но по составу, по факту, мотоцикл один и тот же. Достаточно долго существует он на рынке. Это исполнение с 200-кубовым мотором, 200. Немного, наверное, хотелось бы подчеркнуть именно тот факт, что он достаточно устаревшая модель или, как некоторые говорят, допотопная. Не было у меня абсолютно никакого желания делать на него какой-то обзор по причине того, что очень много различной информации о идентичной технике, потому что она уже там 10 лет существует на рынке. Кто только их не поставлял в Россию, по какими только названиями, с какими только моторами это не происходило. Но смысл остается тот же самым. Устаревшая конструкция, небольшой легкий дорожный мотоцикл за небольшие деньги. И так как в этом уже году стоимость техники подросла и не останавливает свой рост, все дорожает. А по привычке у нас частое обращение, что можно купить порядка 100 тысяч рублей. И спустились уже до 200-кубовых мотоциклов, которые уже сейчас на данный момент большинства пересекли уже стоимость в 100 тысяч. Ищем выгодные варианты. И одним из них вот именно эта модель. Многими любимая. Тот, кто хочет купить что-то проверенное временем, не такое высокотехнологичное, не такое красивое. Но простое, чтобы ехало, это как вариант, который можно рассмотреть. Что можно сказать об этой модельке? Наверное, один из плюсов за последнее время приобрел этот аппарат. Это все-таки двигатель с балансировочным валом. Уже в 2022 году, я думаю, это как никогда актуально наличие балансировочного вала. Потому что многие модели двигателей, которые были без балансировочного вала, им обзавелись. И на средних и высоких оборотах очень сильно чувствительно наличие балансировочного вала. Меньше вибрации. Да, мотор этот не имеет какой-то фантастической мощности. А по факту указывает, что мощность у него 16 сил, как ни крути. Но я все-таки думаю, что в нем нету 16 лошадиных сил и мощность порядка 15 лошадиных сил. Где-то 14,7-14,8. Это маркировка 164-го мотора FMI. Вот тоже самое там на рейсеры часто устанавливают эти моторы. Много на что. С балансировочным валом, без балансировочного вала, долгий промежуток времени. Но если он имел мощность в 15 лошадиных сил, в 14,8 без балансировочного вала, то с балансировочным валом 16 лошадок не появится. Это уж точно. Потому что наличие балансировочного вала чаще всего отнимает мощность двигателя, как ни крути, в небольшом количестве. Но все же размер цилиндропоршневой группы не увеличился. Да, поменяли и поставили чуть больше размером клапана, чтобы мотор дышал легче, отзывался на газ, чтобы можно было ставить более воспроизводительный карп. Но в 16 сил, конечно, я думаю, здесь немножко накручивает эту мощность. Как ни крути, я думаю, порядка 15 есть. Нормальное зажигание наконец-то стоит в этом моторе. Объемная крышка, которая не будет разваливаться, если цепь стрельнет и все тут, как обычно, все раскидывалось за хороший запас. Аккуратно все смотрится. Хороший электростартер. Слава богу, хоть есть расстояние от крана до головки, что не будет кран перегреваться. Постоянно здесь кольцо умирает, которое имеет возможность открутить и сливать здесь, как отстойник. Но от нагрева колечки умирает, потом начинает течь. Можно вообще на ходу сгореть, честно говоря. Поставили сюда ПЗ-30. Это производитель Дени, достаточно неплохой, но ничего фантастического им нет. Для кормежки этого мотора с его мощностью за глаза ему. Поэтому, что в плане того, чтобы вытащить максимальную мощность из этого двигателя, голодание по смеси он не испытывает. Это, наверное, такой самый главный положительный момент во всей этой конструкции, что реально мотор с балансировочным валом и карп, который способен его оснастить смесью, чтобы развивать максимальные обороты, выдавать максимальную мощность. Здесь вот с этим разобрались и очень неплохо все это выглядит. Хотя и не такая большая мощность, как уже мы привыкли видеть. Сама рама допотопная из 100 лет. Слава богу, что уже в последнее время начали делать тиснение, чтобы и трос сцепления можно было отнести от самого глушителя, который, кстати, цельносваренный, как на мопедах Альфа фактически, но имеет большую длину. Всего лишь одно крепление вместе с маятником и уже по факту на головку прикручивается. Нету второго крепления, нету ничего. Абсолютно просто вот труба и делу конец. Подножки водителя достаточно удобные, большие, старого образца, 100 лет в обед им. Тормозная ножка находится на корректном расстоянии и очень удобно людям, особенно с большим размером ноги 43 и выше. Насечки есть, здесь проблем не испытывает. Эта кочерга уходит через толкатель на задние барабанные тормоза, которые здесь работают очень неплохо, так как масса мотоцикла не очень большая, менее 100 килограмм. Восемнашки шины устанавливается, 3.25 устанавливается смешанного типа дорожная резина, чтобы типа можно было выехать, попытаться еще на грунт, на пересеченную местность, но там по факту он, конечно, ведет себя отвратительно, потому что это в априори дорожный мотоцикл. Очень хорошо, что есть достаточно неплохой зазор крыла спереди, не будет забиваться, если вы даже поедете по грязи, попытаетесь это делать раньше, зазора здесь вообще почти не было, палец сюда не засунешь. Как мы видим, здесь уже конкретно дорожная резина тоже 18 размера, 2,75-18, с передними гидравлическими тормозами, слава богу. Однопоршневые, простые, старые, но работает неплохо, вопросов к ним не возникает. Вилка тоже допотопная, но многие любят эти вилки, что они хоть и не имеют какой-то энергоемкости, нету такого у них жесткого отбоя и работают они достаточно прилично. Но если будет большая масса нагрузки или будет мощный какой-то удар, вилка это не держит и часто их перейти гнут и по факту это только замена. Поэтому здесь какие-то сумасшедшие нагрузки передняя вилка не держит. Как в принципе и задние амортизаторы, которые установлены сзади в паре на маятник и имеют определенный наклон, что позволяет достаточно неплохо справляться с различными неровностями. Очень приятно на ходу они работают, но в плохое покрытие они конечно сдаются и не способны переваривать какие-то серьезные нагрузки. Поэтому все-таки голословно сказать, что для города идеально подходит, даже если не очень хорошие дороги. Но в серьезной задаче задняя подвеска также не решает. Маятник 100 лет в обед ему. Единственное, что придумали это по привычке наносят усилители, укосины. Но если вот так вот внимательно туда посмотреть, даже не умудрились обварить эти усилители по контуру со всех сторон. Между основной перекладиной и усилителем вот там просто шов, который не проварен. Поэтому те, кто будут поддавать немного, так скажем, дополнительной нагрузки, лучше снять колесо и проварить, чтобы вопросов не возникало. Здесь стоят широкие соленблоки. Достаточно неплохо работает. Вот поскрипывает. Но это норма, так скажем. Больше всего, наверное, из этой конструкции мне уже, наверное, хочется подчеркнуть, что пластик сам по себе морально устарел. Хвост постоянно отваливается. Вот это крыло сопливое, которое он там еле-еле держится. Оно большинство мотоциклов без него поливает, потому что оно как будто как стеклянное. Его чуть-чуть прижало, и оно сразу же отвалилось, и его уже здесь нет. А покупать новое, многие думают, ну какой смысл, мы купим, оно отвалится так же, ничего не меняется. И альтернативы путевой нету из какого-то мягкого пластика или с дополнительными какими-то креплениями. И гоняет люди так. Оптика будет тоже допотопная. Лампы, задний стоп, поворотники. И они не мягкие, то есть жесткие. При хорошем ударе это отвалится все. Пластик более плотный, соединяется с обеих сторон, но тоже низкого качества по факту. Слава богу, что сделали хорошие направляющие и точно научились делать, поэтому боковины работают неплохо, если вы хорошо их плотно притягиваете. Не имеет таких проблем, как альф с направляющими, которые отваливаются. Вот хотя бы здесь есть определенный плюс. В посадке подходит людям от 1,6 м до 1,85 м комфортно. Если вы выше ростом, то нет смысла рассматривать его в покупке. Будет неудобно. Низкая посадка, 82 см. Не очень комфортно и удобно. Или вы по привычке хотите оттесниться назад, сесть на заднее сидение для второго пассажира. Оно, кстати, двухэтажка. Здесь вот именно так сделана противоскользяшка слабенькая. Шов. И для второго пассажира есть место и ручки, чтобы держаться. Хотя миллиард раз уже понятно, наверное, что нужно полноценный багажник, чтобы что-то можно было поставить или полноценно держаться, чтобы обхват был, чтобы какая-то была польза. Потому что все равно что-то хочется поставить кофр или что-то положить и так далее. Такой возможности нет. Очень приятно, что достаточно большой бак, 14 литров залазит и можно заправляться, грубо говоря, раз в 400 километров. Этого будет хватать. То есть, как некоторые говорят, заправился весной и до осени типа хватает. Это одно из больших плюсов, что на мотор достаточно экономичный и большой объем бака дает возможность редко заправляться и долго проезжать до заправки. Также мне симпатизирует то, что вытащили заслонку на руль. Не надо нырять там постоянно, поднимать, опускать дистанционно. Пульты очень давно себя зарекомендовали. В первых версиях там вообще были чмошные, дешевые, которые обливать от них хотелось здесь. Более-менее все выглядит очень неплохо. Из минусов, наверное, сказать о том, что руль из мягкого металла, имеет единое сечение. Хоть и нужно оценить то, что сделали высокий подъем руля и очень удобно управлять, что не так низко расположен. Не нужно горбылем сгибаться для того, чтобы ухватиться за руль. Я думаю, если вы поставите сюда перекладину, усилитель, то это решит ваши многие проблемы. Особенно, если просто его даже сейчас уронить, просто на бок, и он приземлится на руль, вероятнее всего, каждое второе такое падение, если он просто упадет, руль будет сгибаться. Будет перекладина, таких проблем возникать уже не будет. Поэтому, думаю, дешевая эта опция, ничего там фантастического нету, но сразу можно предусмотрительно к этому подойти и разобраться с этим вопросом. Поставили более дорогие зеркала, хотя ножки не хватает, надо в ножку еще выше, поэтому те, кто будет уже метр восемьдесят, захотят себе удлинить или зеркал, по-любому. Интересный вот такой спидометр обновленный, раньше был немножко по-другому прорисовки, но смысл тот же самый абсолютно, ничего не меняет. Информативные обороты, скорость, пробег, передача, свет, поворотники, все, как и было, в принципе, ничего не поменялось. Также не поменяли и освещение. Как была простая лампа, так она и идет. Здесь H4, да, неплохая фара, внутренние преломляющие имеются, но лампу диодную, либо ксенон, он сюда очень сильно просит, как ни крути. Максимальная скорость у него, там, чуть больше 100 км в час, крейсерская порядка 85-90. Нагрузка максимальная 200 кг, максимально рекомендуемая, где реально подвеска может работать, а не находятся в режиме сжатия, это порядка 140-150 кг. Поэтому, если вы планируете ездить постоянно вдвоем и больше, чем 140 кг весите, надо что-то брать с более энергоемкой и более такой серьезной подвеской. Этот вариант тоже не очень будет подходящий. Кстати, для второго пассажира тут имеются тоже ножки, очень удобно. Этот, кстати, механизм очень неплохо сделан, мощный, как будто на нем будут прыгать люди по 200 кг весом. В подцепи, конечно, это обязательно бюджетная версия, 428H, как ни крути. Конечно, хочется видеть 520, 530, что-то подобное. А также, наверное, можно еще заметить то, что звезда прикручена, нету скобы. То есть, возможно, откручивание задней звезды. Хотя там есть насечки за место гроверов. Часто показывает практика, что они не совсем помогают. А также я бы прижимы для затяжки оси отметил, что они картонные. И если вы хорошо затягиваете ось, вот отсюда на видео, наверное, не видно, но шайба, проставка эта прогибается прямо вовнутрь. И здесь тоже нужно за резьбой смотреть и не тянуть ее без ума, потому что она тоже сопливенькая и часто выходит из строя. Поэтому заканчивается это заменой натяжителей задних. Защита цепи от попадания штанины. Нижней полноценной части нету закрывания цепи, поэтому цепь открытая, как во многих мотоциклах современных. Здесь ничего такого фантастического тоже не было предпринято. Отправляем технику в абсолютно любые регионы. В описании будет ссылка на наш официальный сайт. Нет смысла говорить о стоимости. Мы сейчас как раз находимся в таком, в такое время, что стоимость будет только расти и к сезону она может очень сильно отличаться. Поэтому тот, кто хочет видеть реальную стоимость на сегодняшний день, ныряет в описание, переходит по ссылке на официальный сайт и смотрит, естественно, сколько он стоит на сегодняшний день. Также нужно подсказать о том, что для подписчиков нашего канала на YouTube мы делаем всегда дополнительные скидки. Техника бюджетная, 2000 рублей скидки на технику в собранном виде, 4000 рублей на технику в заводской упаковке. Отправляем во все регионы. Достаточно выгодная отправка, особенно в те регионы, которые вообще не имеют альтернативы по такой технике, которая в нем нуждается. Я думаю, для них это будет тоже достаточно выгодный вариант, потому что чем дальше, тем разница в доставке может быть больше. И достаточно выгодно будет именно отправить той транспортной компании, которая даст самый лучший бюджет в отправке. Ну а всем тем, кто посмотрел это видео, огромное спасибо. Если кто-то владеет такой техникой, а их владеет идентичной техникой, очень много кто, напишите те или иные моменты, может быть что-то забыли рассказать, может быть есть какие-то слабые места, которые нам неизвестны. Это поможет людям, которые анализируют рынок и хотят купить что-то подобное. Поможет им получить информацию из первых рук. Ну а я с вами прощаюсь. Всем всего доброго. Всем пока.